Указ номер 345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в сентябре минувшего года. Документам предусмотрена возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения с 1 января 2018 по 31 декабря 2022. Под эти самые отдельные территории попадают сельские населенные пункты и малые городские поселения. Их список определяют областные советы депутатов. Именно на этих территориях устанавливаются, к примеру, льготы по налогу на добавленную стоимость. Для применения льготы по НДС следует обеспечить наличие раздельного учета оборотов по реализации товаров, работ, услуг в рамках указа номер 345, реализация товаров на ярмарках, рынках, оказание бытовых услуг в объектах бытовых услуг, а также общественное питание в объектах общественного питания. Освобожденные от НДС обороты следует отражать по строке 8-й налоговой декларации по НДС. А вычеты, приходящиеся на соответствующие обороты по реализации, подлежат распределению методом удельного веса. Особая ставка 6% при выполнении определенных условий, возможно, и по налогу на прибыль. Существенные послабления могут быть и в части земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за земельные участки. От налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки освобождаются земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на них. При осуществлении деятельности, установленной указом, в том отчетном периоде, в котором соблюдены одновременно условия, участок и, соответственно, объект недвижимости, расположен на территории сельской местности, определенной областным советом депутатов, в здании осуществляется розничная торговля, общественное питание или бытовые услуги. И при этом для микроорганизаций необходимо соблюдение условия по соблюдению численности не более 15 человек. По словам специалистов, указ должен придать импульс развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и в малых городах, а также позволить создать дополнительные рабочие места для проживающих там граждан.